В связи с резким похолоданием в Алтайском крае круглосуточно патрулируют федеральные трассы, об этом сообщила Комсомольская правда Барнаул. В усиленном режиме работают подрядные организации обслуживающие дороги Р-256 Чуйский тракт и А-322 Барнаул-Рубцос к границе с Республикой Казахстан. Всего на трассах дежурят более 60 единиц техники днем и до сотни в ночное время. Они убирают снег и сыпят песчано-соляную смесь. Кстати, в случае возникновения в нештатной ситуации можно звонить по телефону 385-263-14-59. А в Барнауле вновь заработал мобильный пункт вакцинации от гриппа, информирует Политсибру. Мобильный пункт находится возле гостиницы Центральная. До 10 ноября любой желающий может зайти туда и бесплатно поставить прививку. При себе необходимо иметь паспорт, полис СНИЛС и желательно прививочный сертификат. Отметим, что перед процедурой врач проводит осмотр и принимает решение о том, можно ли ставить прививку. В индустриальном районе краевой столицы появятся 25-этажные дома-близнецы, пишут аргументы и факты на Алтае. В первом квартале 2019 года будет станет 25-этажный дом на улице Шумакова 11. Его близнец на улице Шумакова 13 будет достроен чуть позже. Добавим, что еще один 25-этажный дом на 216 квартир строят на улице Малахова 134А. Его планируют сдать в конце 2021 года. В России в ближайшее время появится новая профессия цифровой куратор, сообщает Рубцовская инфо. Для специальности разработан профессиональный стандарт. Он цифрового куратора определяет как консультанта в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать прежде всего пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документы оборот в электронном виде. Алтай и Казахстан будут вместе развивать туризм. Об этом написал бийский рабочий. 8 ноября документы о сотрудничестве с туристическими учреждениями Казахстана подписали руководители Алтайской региональной ассоциации туризма и Алтай-турцентра. Также подписан меморандум об информационном взаимодействии. Он предусматривает обмен информацией о региональных туристско-рекреационных ресурсах, знакомство населения с природным, историческим и культурным потенциалом обеих территорий.